Котенок, смотри, что у мамы есть. Теперь эра твоих авторских селфи на наших телефонах с папой закончена. Посмотри, какая штучка. Вау! Знаешь, что это такое? Это фотоаппарат, на который ты сейчас сможешь себя фотографировать день и ночь, котенок. Сколько тебе влезет. Давай, смотри. Давай включим. Смотри. Ух ты, пью-пью. Ну вот, и сразу фотографируешь. Вау! Вау! Ты настоящий фотограф! Давай, глубокий твои сфоткаем. Смотри, какой ты смешной. Два рема. Молодец! Оооо! У тебя отлично получается! Супер! Молодец! Подруги, вот такая вот прелесть наконец-то у нас появилась в нашем доме. Это детский фотоаппарат Lumi Cube. Модель DK02. Это фотоаппарат второго поколения, который имеет очень много интересных функций, с которыми на самом деле справится не только взрослый человек, но и также ребенок. Собственно, для кого и предназначен этот фотоаппарат. Рем, понятное дело, немного маловато для этого фотоаппарата, потому что, как мне кажется, идеальным возрастом для этой игрушки будут дети с трех лет. Но, тем не менее, я подумала, раз уж он справляется с нашими айфонами и может включить камеру и постоянно, ежедневно снимать 500 миллионов селфи, то он 100% со временем справится и с этим маленьким фотоаппаратом. Самое классное то, что этот фотоаппарат, он детский. То есть он очень легкий, маленький, удобный и идеальный для детской руки. Все кнопки, меню, все предусмотрено для того, чтобы ребенок очень удобно мог с этим фотоаппаратом разобраться и ежедневно пользоваться. Когда ребенок фотографирует, неважно, либо селфи, либо окружающую среду, фотоаппарат с ним разговаривает. То есть после каждого снимка фотоаппарат его поощряет, его хвалит, не говорит о том, что ребенок сделал классный фотоснимок, и он прекрасный фотограф. Мне кажется, это очень здорово. И для ребенка вот такая вот интерактивная функция, она еще больше повышает интерес именно в этом фотоаппарате. Также очень классная и развлекательная функция для ребенка является функция рамок, светофильтров и эффектов, которые есть в этом фотоаппарате. Очень просто при помощи кнопочки вправо-влево ребенок может переходить от одного эффекта к другому и создавать очень классные фотографии или видео, которые, в общем-то, будут развивать его творческие способности. Ну и, конечно, в случае маленьких непосед, которые быстро теряют интерес, в этом фотоаппарате есть классная функция энергосбережения. Если фотоаппаратом не пользоваться более трех минут, он просто выключается, и таким образом сохраняется батарейка этого прибора. Качество съемки этого фотоаппарата 12 мегапикселей, и очень круто, что все фото и видеоматериалы, они сохраняются на карту памяти. Карта памяти входит в комплектацию этого фотоаппарата, и самые классные снимки можно отправить на печать. Заряжается камера от micro-USB кабеля, который также входит в комплектацию. Еще здорово, что здесь есть защитный чехол, который позволит защитить все разъемы и также карту памяти от шаловливых ручек маленьких детей. Также очень классно, что здесь в комплекте есть силиконовая веревочка, при помощи которой ребенок сможет этот фотоаппарат повесить себе на шею. В этой камере есть несколько режимов. Есть дневной режим и ночной режим съемки, и для ночного режима съемки также есть вспышка. Плюс ко всему, при долгом зажатии кнопки «фотографировать» эта камера включает режим селфи, и ребенок прекрасно может фотографировать сам себя, также используя разные эффекты и фильтры, которые есть в этой камере. У этого фотоаппарата очень красивая упаковка, в комплектацию которой входит сам фотоаппарат, защитный чехол, силиконовый шнур, микро-SD карта 16 гигабайт, кабель USB-микро, наклейки, открытка, инструкция и гарантийный талон. А дополнительным аксессуаром к этой камере можно приобрести прекрасный мешочек, который поможет эту камеру хранить более удобно, ну или брать с собой в поездки или путешествия. Вот такая вот классная штука появилась у нас в доме, и я уверена, особенно со временем и взрослением моего малыша, она у нас будет использоваться очень-очень активно, и я надеюсь, что благодаря этой штуке ребенок наконец-то отстанет от наших телефонов. Еще матери тошнотику сильно помогает тот факт, что ребенок любит пылесосить. Ну давай включим, давай, где кнопка? Давай, давай, он поможет. Субтитры сделал DimaTorzok Мы всей семьей отходили кишечную инфекцию. Позитивная, красивая и явно вот прям за чайком, с чем-нибудь вкусненьким история вам рассказать. Короче, все началось приблизительно неделю назад, когда первым заболел мой муж. Он как-то ночью проснулся от того, что ему жутко плохо, его рвало, и последующие два с половиной дня он просто чувствовал себя ужасно. Он лежал полузеленый, не мог ничего съесть, чувствовал себя, конечно же, ужасно, и диагностировали кишечную инфекцию, которая, в общем, его не отпускала как раз-таки два с половиной дня. После того, как ему стало лучше, прошло еще, по-моему, парочка дней, и утром проснулся мой ребенок, я дала ему, как обычно, бутылочку кефира, и все, мой ребенок начал выливать. Вся эта бутылка кефира, короче, вылилась просто на наш диван, на одеяло, на кухне, на пол. В общем, везде был этот кефир несчастный. Я поняла, что действительно, эта кишечная инфекция, она уже пошла путешествовать по нашей семье, и вторым счастливщиком оказался Рэм. Он, кстати говоря, перенес это все очень-очень легко. Всего лишь там два раза, мне кажется, его вырвало, и то настолько спокойно, мягко и вообще без каких-либо каких-то, не знаю, негативных ощущений, что, мне кажется, он даже так толком и не понял, что происходит. Просто вот еда вышла, и он как-то так, а ну ладно, и пошел дальше. В целом, он был огурцом, он носился, он был в прекрасном настроении, спал нормально, единственное, что он не ел. Он совсем не хотел пить, и приходилось с усилием его уговаривать, чтобы он хотя бы что-то немножечко дробно поел и немножечко дробно попил. Собственно, это и были главные рекомендации моего педиатра следить за тем, как он ходит в туалет, по маленькому, по большому, за температурой и дробно его кормить, совсем чуть-чуть-чуть-чуть, для того, чтобы не провоцировать последующую рвоту и обезвоживание организма. Ну, в общем, быстро как-то и легко он с этим справился, и тут через еще два дня настала моя очередь. Я как-то так не очень хорошо себя чувствовала, но, понятное дело, я беременна, и я подумала, ну, окей, наверняка это вот из-за моей беременности, и как-то вот мой токсикоз снова, он как-то вот ко мне подкрадывается. Но нет, мне тут-то было ночью. Я так же, как Арс, несколько дней ранее проснулась от того, что мне плохо, только разница была в том, что Арса вырвала всего один раз, а я за всю ночь бегала, и меня рвало раза три или четыре, и последующие дни это было что-то. Это был просто кошмар. И как назло, у Арса операции, он уезжает с самого раннего утра и возвращается поздним вечером, когда, ну, в целом, ребенок уже спит, и как бы, ну, уже все равно. И все эти дни я проводила вместе с ребенком одна. И тут я поняла, что просто токсикоз, это прекрасно. На самом деле, в жизни все опознают в сравнении. И я поняла, что, мама дорогая, как же это все ужасно. Понятное дело, волновалась по поводу того, как это может повлиять на плод, на беременность, и в целом на мастене, и так далее, и так далее. Гинеколог мой меня утешила, сказала, что все нормально. Обычная кишечная инфекция, которая как раз-таки сейчас очень даже распространена, потому что такой активный момент всплеска этих инфекций, они никак не влияют на плод, все в порядке. Главное следить за температурой, следить за тем, чтобы пить много жидкости. Она прописала мне некоторые препараты, которые помогут восполнить эту жидкость. И в целом, ну, как бы все должно быть хорошо, просто следить за своим состоянием последующие дни. Сегодня, по-моему, третий день, наверное, моего такого ужасного состояния. Самый ужасный был первый, когда я просто лежала. Рэм лежал рядом со мной, смотрел мультики весь день, и мы вообще не шевелились. То есть я с трудом выбиралась из кровати для того, чтобы его хотя бы покормить. Он, я не знаю, может быть, чувствовал, что мне плохо. Он лежал, как зайчик рядом со мной. Вот смирно, спокойно. И вообще не шевелился. Просто лежал рядом со мной, смотрел мультфильмы, не шарился по дому, не бегал, как это происходит обычно. Обычно он больше там 10 минут эти мультфильмы не смотрит. То есть он вскакивает, бежит, занимается какими-то делами, что-то ему на кухне надо, в ванной. Короче, он по всему дому носится, какими-то делами хочет заниматься. И на месте в целом он не сидит никогда. В этот день он просто, как зайка, сидел рядом со мной. И полдня мы провели в обнимашках, в улыбочках. Он как-то очень-очень так мило, нежно ко мне подходил, гладил меня, обнимал. И, в общем, я понимала, что ребенок, ну, наверное, чувствует, понимает, что маме плохо. Поэтому он как-то не поясничает весь день и помогает мне, чтобы мне хотя бы немножечко, немножечко облегчить эту участь кишечной инфекции. Понятное дело, что никого я не приглашала помогать, потому что это большой риск заразить людей. И в целом, ну, как бы, вот такой вот у нас был карантин наш семейный. И мы, в общем, справлялись с этим сами. Как я уже сказала, сегодня третий день. Сегодня я уже немного хотя бы активизировалась, приготовила завтрак. И, в общем, с ребенком могу уже более активно играть. Хотя в любом случае у нас сегодня такие игры, то есть не мультики, но они более такие ленивые, когда ребенок может сам себя занять и может как-то вот, в общем, не сильно задействовать маму, чтобы ему просто хватало, что я рядом. Или хотя бы какие-то минимальные мои усилия или минимальное мое участие в его играх. И это очень здорово. Так, кстати, игрушки все, которые я сегодня показывала. Знаю, что будете спрашивать, оставлю в описании под этим видеороликом. Так что смотрите описание, смотрите все ссылки. Если у вас так же, как у меня, тяжелые дни и вам нужно, чтобы ребенок занял сам себя хотя бы ненадолго, обратите внимание на эти игрушки. Мне они помогли очень и очень и очень. Вот такая вот прекрасная у нас история. Уже пришло время ребенка укладывать. Я, наверное, пойду прилягу, потому что все-таки я чувствую, что вот такая вот большая активность в первом плане дня все-таки меня немного склоняет к горизонтальному положению и как-то снова становится не очень хорошо. В связи с этим, кстати говоря, я отменила все свои визиты. У меня был визит к гинекологу. Я должна была сегодня встать на учет, должна была сдать еще дополнительные анализы. В общем, очень много всего, что должна была сделать. Но расскажу вам об этом в четверг, когда у нас будет отчет беременности по неделям. И там как раз-таки в деталях расскажу, как закончилась эта история с кишечной инфекцией, удалось ли мне вот до этого четверга доехать до гинеколога и встать на учет беременных. Обо всем этом расскажу в четверг. Но сегодня, подружки, я пойду отдыхать. Отчет о том, что у нас происходит, я вам дала. Держите за меня кулачки. В комментариях пишите свои добрые пожелания или пишите, как у вас дела. Вот, расскажите мне, как у вас дела, как проходят ваши дни, особенно мои беременные подруги. Мне, лежа в кровати, будет очень интересно почитать и смогу немного скоротать время вашими интересными историями. На сегодня я с вами прощаюсь и желаю доброго дня. Не болейте, берегите себя, своих родных, близких и увидимся с вами в следующем моем видеоролике. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин